Почему самый результативный советский снайпер так и не стал героем Советского Союза? Когда речь заходит о снайперах-рекордсменах, то чаще всего вспоминают героя СССР Василия Зайцева. На его счету было 225 врагов. Однако Михаил Сурков родом из сибирской деревушки убил 702 фашиста, но так и не получил высокой награды. В начале войны Михаилу было всего 20. Он был отличным охотником, выносливым и талантливым. Он мог часами на морозе выслеживать противника, полностью закопавшись в снег. Шутил, что для сибиряков это даже и не морозы. Однако, несмотря на все его заслуги, очевидно, что если снайперу давали награду, то на порядок менее значимую. Кто-то из командования просто не взлюбил сибиряка. В 43-м Михаил из-за серьезного ранения комиссовался и вернулся домой. В возрасте 35 он умер.